Всем привет! Меня зовут Марина Шарипова и добро пожаловать в подкаст «Морское время». Сколько я себя помню, всегда читала и писала, впитывала информацию, анализировала, не соглашалась и делала выводы. А еще я очень люблю узнавать новых людей. Каждого из нас окружает огромное количество талантливых людей, и мне очень хочется, чтобы их идеи распространяли дальше. Поэтому этот подкаст и интервью, и обмен мнениями. Чем живет наше общество, какие перед нами стоят вызовы, как мы можем улучшить жизнь и в чем наша миссия. Мы попытаемся найти ответы на эти вопросы с героями подкаста, и я очень надеюсь, что они вдохновят вас на действие. Почему подкаст называется «Морское время»? В книге Хани Янагихары «Люди среди деревьев» герой говорит, что это то время, которое ты бы потратил на все вещи, которые откладывал. Поэтому я очень хочу, чтобы вы потратили свое морское время на прослушивание этого подкаста. Вы можете слушать его в машине или автобусе, на пробежке или во время прогулки. Я буду очень рада обратной связи. Делитесь эпизодом и своим мнением в социальных сетях и отмечайте меня. Мой первый гость – это Асем Жапишева. Журналист по зову сердца, сценарист, автор документальных фильмов, магистр Кардивского университета. Через неделю после записи этого подкаста Асем вела хронику суда над активистами Асей Тулесовой, Бейбарысом Толымбековым и другими, которые вывесили баннер «Отправды не убежишь на Алматы марафоне». Мы поговорили с Асем о том, какими качествами нужно обладать журналисту, почему обществу выгоден феминизм, почему она вернулась в Казахстан после учебы в Англии и какие ценности у поколения Z. Приятного прослушивания и давайте поскорее познакомимся с нашей героиней. Привет Асем! Спасибо большое за то, что согласилась поучаствовать в первом выпуске моего подкаста. В начале Блиц для разогрева, как разминка перед тренировкой. Что важного ты успела сделать за сегодняшний день? Потренироваться. Какой ты видишь свою миссию в жизни? Служить гуманистическим идеалам человечества и похудеть. Что ты читаешь? Какие каналы, сайты? Я очень много читаю книг, стараюсь, Телеграм. Тебе прям канал назвать название, да? Очень много по дате. Media Beaches, Media Media, Все о медиа, Data Media, Financial Times, The Economist, BBC. В Твиттере я очень многих фолловлю. Я стараюсь фолловить в Твиттере именно колумнистов разных изданий. Я даже по именам их не знаю, иногда забываю, но я знаю, на кого они работают. То есть я их так нахожу. Вообще в соцсетях я стараюсь очень мало времени проводить. В основном это, да, Твиттер или Телеграм. А газеты, журналы читаешь? Да, ну я вот читаю как раз-таки газеты, журналы через... А, Фидли ещё, конечно. Я очень много читаю Фидли. Вокс, Нью-Йорк Таймс, Нью-Йоркер, Атлантик, Репаблик, Гардиан, BBC, Нейчер. В основном зарубежные... Ну, в смысле, зарубежные страны. В общем, англоязычные научные издания, потом бизнес, экономика и... Да, вот, и феминизм, конечно же. Очень люблю, я подписанно плачу за подписку New Philosopher. Это издание по философии. Очень новое, оно очень интересно рассказывает про современные тренды и так далее. И очень люблю феминистические разные блоги читать тоже, узнавать, что происходит вообще в этом мире. В Телеграме? Нет, Телеграм, кстати, я очень мало читаю. Телеграм я читаю только русскоязычные в основном издания. Это в основном Твиттер и Фидли. У меня. Последняя книга, которую ты прочла? Эта книга была... The Age of Discovery называлась книга. Я не вспомню сейчас автора. И эта книга очень интересна. Она рассказывает о том... Она сравнивает средние века с нынешним веком и проводит параллели. Очень крутая книга. И она рассказывает о том, как будет развиваться мир в ближайшие 50 лет. И, в смысле, она не рассказывает, это научное исследование. И оно очень интересное. Твой идеальный отдых? Для меня идеальный отдых — это национальные парки. Я обожаю ходить в походы. Я люблю ходить пешком. Поэтому, да, уехать куда-нибудь подальше и ходить пешком одной. Твоя идеальная работа? Я люблю то, чем я занимаюсь сейчас. Я очень люблю то, чем я занимаюсь сейчас. Я люблю создавать тексты, смыслы, видео, погружаться во всё это. Для меня это идеально. И последний вопрос. Кого ты читаешь в социальных сетях? Тебя? Я читаю Марину Шарипову. Подпишитесь на неё. Она очень интересная. Опять же, у меня есть настроенные скрипты в социальных сетях. На Фейсбуке я поставила себе скрипт, который меня полностью скрывает ленту. Я это сделала в тот момент, когда я поняла, что я слишком много времени провожу, пролистывая страницу на Фейсбуке. Поэтому есть там 5-6 человек, к которым я сама специально захожу и смотрю, что они там пишут. Это в основном какие-то редактора, какие-то журналисты. Имена. На кого нам подписаться? Из наших местных. Ну, я не знаю, Слава Абрамов, конечно же, Зарина Ахматова, опять же, те, кто какие-то интересные вещи там пишут. Не знаю, Данияр Сабитов, наверное. На меня можно подписаться, я там стараюсь что-то делать. Да, Ирина Медникова. То есть вообще подписываться нужно, выбирать людей по вашей сфере, конечно же. Если вы занимаетесь банками, то это банки, если там... Ну, понятное дело, да? Но при этом нужно стараться, чтобы это были разного толка люди. Если вы там поддерживаете себя на точке зрения, то старайтесь подписываться на тех, кто с вами не согласен. И это очень классно отрезляет, очень классно приземляет. Это нужно делать всегда. Поэтому я люблю так делать. Это в Фейсбуке, да? А в Инстаграме? В Инстаграме я не фолловлю, наверное, никого особо. Только своих друзей, ну, понятное дело, да? Нескольких звёзд, типа там Мэйси Уильямс или Энтони Хопкинс. Он самый смешной человек в Инстаграме. Я его постоянно повторяю это. И очень много музыкальных брендов. Я, кстати, очень люблю музыку, поэтому я фолловлю в основном музыкантов и музыкальные бренды. Но в Инстаграме я не фолловлю так никого. Я не знаю даже. Хорошо. Спасибо большое. Асем, мы с тобой познакомились в редакции, когда мы работали вместе, в редакции научно-популярного журнала «Ойла». Поэтому я знаю тебя как журналиста. Но при этом я знаю, что ты работала в пиаре, ты писала сценарии. Сейчас ты работаешь над документальным фильмом. Ты работала как фрилансером, так и предпринимателем, да? И в корпоративном мире. Вот сейчас кто такая Семжапишева? Кем ты себя видишь сейчас? Как ты можешь себя описать? Очень интересный вопрос. Я знаю, что я точно не хочу в корпоративный мир. Я там побывала. Но я не говорю, что это плохо. Просто это не для меня. Я не хочу возвращаться в журнал. Не потому что, опять же, я считаю, что это плохо. Просто я уже переросла немножко этот формат. Для меня очень сейчас важна творческая свобода. Потому что раньше ты делаешь всё ради денег, либо чтобы тебя наконец заметили. А сейчас, наконец, я пришла к тому моменту, что для меня сейчас важнее творческая свобода. Поэтому я решила делать документальный фильм. И самое прикольное, что как только ты решаешь, что для тебя это важно, сразу появляются возможности и деньги. Оно как-то себя находит само. Он будет длиться несколько месяцев. А потом, после этого, я хочу делать свой видеопроект. Я хочу делать документальные фильмы. И я хочу путешествовать по Казахстану, узнавать свою страну. И делать вот такие вот какие-то вещи. То есть для меня очень важно сейчас узнавать, что происходит в Казахстане. А если бы я спросила твоего друга, как бы он тебя описал? Недавно меня писали очень классными словами. Мне это прям понравилось. Мне сказали, что я неприятный ребёнок лет восьми. Почему? Ну, вот ты меня знаешь. В смысле, я очень взбалмошная. И обычно я либо оправдываюсь тем, что я творческий человек, хотя это, конечно, неправда. Творческие люди не должны себе позволять быть взбалмошными. Но я человек настроения. Я стараюсь в это в себе убирать. Стараюсь убирать в себе зависимость от того, от вот этих вот флагтуаций. Но оно редко получается. В смысле, сейчас оно, конечно, с возрастом лучше получается. Но, наверное, друзья меня бы описали тем, как домовёнок Кузя, неприятный ребёнок лет восьми. Или там dead bitch, что-то типа такого. Потому что я очень много хохочу. Я очень много, на самом деле, ржу. Я не могу тихо сидеть. Я не могу успокоиться, заткнуться. Меня всё время фонтанирует. И я не могу абсолютно грустить. Хотя, когда у меня бывает грусть, я у меня бывает грусть. Но в основном я вот хохотушка, да. Мне кажется, как только ты вернулась с учёбы из Англии, об этом мы тоже поговорим попозже, ты принялась за съёмки документального фильма. И мне бы хотелось узнать об этом поподробнее. Как пришла идея, во-первых. И вот что ты хочешь этим сказать? Для кого адресован этот фильм? Кому адресован этот фильм? На самом деле подготовка началась ещё в прошлом году, когда я ещё была там. У меня было несколько идей. Я начала работать над ними, начала писать сценарий. Первая идея у меня была про мужские суициды в Казахстане. Но сейчас она ещё в разработке, потому что тема тяжёлая и большая. Я не хочу с двух таборах. То есть наскоку за неё браться. А вот вторая тема, которую я начала снимать сразу по приезду, это исследование казахского языка в городской среде. Почему сейчас, почему я, почему именно это? Во-первых, потому что я двуязычная. В смысле, ещё и трёхязычная. Казахский язык мой родной язык. Ну, в смысле, не родной. Я на нём позже научилась говорить, но я считаю его родным. И я смотрю, как журналист на демографию очень сильно меняется в Казахстане. Появляется очень много казахоязычных активных людей. Даже вот я тебе рассказывала, что за последние 10 лет количество выпускников казахоязычных школ увеличилось с 30% до 63%. Очень много у нас молодёжи в стране. Только школьников, 5 миллионов человек в нашей стране. И они говорят, из них, из этих школьников, насколько я помню, количество выпускников увеличилось с полутора миллионов казахоязычных выпускников до трёх миллионов. То есть это за 10 лет. Да, и ты сама видишь, насколько сильно выросла казахоязычная культура. Я говорю сейчас о музыке, о живописи, о кино, тот же самый Инстаграм, те же самые социальные сети. Казахоязычный сегмент сильно растёт. И мы никак не можем его... Я говорю сейчас мы, как будто бы мы такие все... Нет, не в этом смысле. Я имею в виду людей, которые там асфальтные какие-то казахи, которые там думают, что они лучше всех, а эти ничего не понимают. Да, и я хочу сейчас немножко себя опустить. В смысле, не то, чтобы опустить. Как будто бы они ниже. Они не ниже. Я хочу немножко себя поругать, немножко вот это вот посмотреть в лицо другой реальности, альтернативной, которая скоро всё сожрёт. Опять же, я только за, чтобы это случилось, потому что эти ребята, которые молодые, они очень классные. Я хочу сейчас снять документальные фильмы про этих героев. Есть уже очень классные герои, я пока не буду говорить, кто они. Одна из них — это Марина, кстати. И узнать, с чем им приходится сталкиваться, как они к этому пришли, сложно ли создавать творчество на казахском языке, особенно музыку на казахском языке. Это же действительно очень большой труд. Писать тексты на казахском языке, потому что язык не развивался. Ему запрещали развиваться. И я думаю, что сейчас самый идеальный момент для того, чтобы это сделать. И я очень рада, что проект поддержал интервьюс. Финансово. И я вот уже приступила к съёмкам. Надеюсь, что к концу весны, к началу лета я уже представлю этот проект. Смотри, казахский язык ты знала с рождения, или ты его потом выучила? Я выучила его, когда пошла в школу. Мои родители очень обеспокоены были тем, что казахоязычные растут, количество людей. Меня, абсолютно не знающие ни слова, отдали в первый класс на казахский язык. И для меня это такая травма всегда была. Потому что надо мной так смеялись. Действительно, дети очень жестокие. И надо мной очень издевались сильно. И для меня это прям больной вопрос всем доказать, что я лучше всех знаю казахский. Поэтому я начала читать больше всех. Я начала писать лучше всех. Я прям коллекционировала эти моменты, когда меня хвалили. И когда там классу к пятому мои сочинения уже начали брать газеты, печатать для меня. Уже никто меня давно не дразнил. Для меня это всё равно осталось. Сейчас я вам всем докажу. Поэтому я начала и для казахского радио делать сценарии, писать. И поэтому я очень-очень много читала на казахском, кстати. Но вот у меня до сих пор осталась любовь к литературе. А вот в повседневной жизни сейчас на сколько процентов ты используешь казахский язык? Я бы не сказала, что очень много. Потому что окружение такое. С родственниками, да, стараюсь. Но опять же, с тех пор, как я повернулась, у меня очень сознание сильно перевернулось в Англии. Я стараюсь со всеми, кого я вижу, если я вижу, что они знают казахский, говорить по-казахски. Я участвую сейчас. Я раньше этого не делала никогда. В магазинах это делаю. Я делаю это в кофейнях. И как только я вижу, что человек говорит с акцентом или ему так легче, я всегда говорю по-казахски. Я от этого кайфую. Мне это очень нравится. То есть, получается, ты съездила в Англию, и после этого в тебе проснулась эта самоидентификация, да? Да, да, да. То есть именно после того, как я там побывала, я поняла, что я казашка. И там, на самом деле, когда ты там долго живёшь, оно, оказывается, очень сильно включается, потому что тебя здесь постоянно спрашивают, кто ты. И всем людям, на самом деле, важно понимать, откуда они, да? И когда ты говоришь, I'm from Kazakhstan, и они не знают, что это за страна, никто, на самом деле, не знает про нас вообще ничего. Никто. То есть даже Бурата мало кто знает. Ну, в смысле, Бурата знают только те, кто продвинут, да, в этой какой-то сфере. И когда ты начинаешь объяснять, что there is a country between Russia and China, что вот мы там ни те, ни другие, мы говорим по-русски, да, но вот мы казахи, они начинают как-то вникать, просить фотографии. И было очень смешно, когда, не смешно, а грустно, когда я вот пошла работать в BBC, и меня на планёрке в первый же день спросили, а кто у вас в Казахстане самый популярный, знаменитый человек? Назови самого знаменитого казаха в мире. И я просто, я так покраснела, я думаю, что... То есть я говорю, головки, ну, они такие, окей, кто это? Но если человек не в этом, как это, профессионально... Не в спорте. Не в спорте, он не знает, да? Я говорю, конечно, Сапаев, ну, опять же, да, то есть нету там у нас... Димаш. Ну, вот Димаша тоже, видишь. Ну, это тоже. Тоже, да, очень узко. Ну, то есть у нас нет людей, которых бы просто там какой-нибудь псай, там, гангнам стайл, да, у нас вот этого нету, пока нет. И очень круто, что появляется, конечно, там, да, но пока мало, хочется, чтобы было больше. Я не говорю, что это буду я, но мне кажется, хотелось бы, чтобы было больше. Потому что казахи очень креативный, на самом деле, народ. Один из самых креативных, мне кажется, народов в мире. Ну, я знаю, о чём ты говоришь, потому что я вот после школы поехала в Америку учиться. В 17 лет я поехала на год учиться в Америку по обмену. И, ну, это были, это было начало 2000-х, и тогда точно, ну, никто не знал про Казахстан, поэтому мне, с одной стороны, удивительно, что до сих пор приходится объяснять. It's a country between Russia and China, former USSR. Хотя сколько лет прошло, да? Вот, и вот именно в Америке у меня тоже проснулся вот этот патриотизм. Может быть, хорошо, что это случилось вот в 17 лет, потому что я прям вот слушала казахские песни вот днём, днями напролёт. И я тоже старалась как-то, я так хотела, чтобы меня спросили, поговори по-казахски. И вот я вот говорила, да. И поэтому у меня, например, не возникла мысли остаться там. Вот, у тебя возникла такая мысль, вот когда ты училась там, хотела ли ты, вот как сейчас все хотят свалить, да, ну, окей, это грубое слово, зацепиться, там, повидать мир, поработать с ними, ну, не возвращаться сюда. Да, был очень большой соблазн, мне очень хотелось остаться. Я не буду врать, я до сих пор ещё раз думываю об этом, потому что диплом, который я получила, он открывает многие двери, и я вижу, что эти двери открыты, я вижу, что они меня зовут, эти люди. То есть я уже поработала, ну, и изначально план был такой, я вернусь в Казахстан, я сделаю этот проект, и через три месяца я обратно уеду, в смысле. И я как только приехала, да не знаю, мне просто накатило, я поняла, что моё место здесь, и я пока никуда не хочу, я хочу, я знаю, что это может прозвучать очень пафосно, но у меня такое ощущение, что у меня есть какой-то долг, который мне нужно отдать. Ну, с одной стороны, я его отдала, когда работала в журнале ОИЛА, с одной стороны, ну, немножко так, да, но мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы я гордилась своей страной. Это так круто, потому что ты, когда ты гордишься, я и знаю, что это прозвучит непонятно для людей, которые через это не проходили, но когда ты там, когда есть люди, которые через тебя узнают про твою страну, и они говорят, что как это круто, это так классно, и, не знаю, идея глобализма, она, к сожалению, провалилась в мире, и поэтому очень важно для нас сейчас быть семьёй одной, и это ни в коем случае не значит, что мы там считаем, что какие-то страны хуже или лучше, но когда мы просто гордимся тем, откуда мы, мы знаем свои корни, мы знаем свой язык, мы знаем свою музыку, мы знаем свою историю, мы знаем, что у нас есть плохого, что у нас есть хорошего, мы просто это принимаем и делаем это, пытаемся стать лучше, мне кажется, в этом очень большой есть смысл. Слушай, это так классно слышать, да, потому что в последнее время, особенно после всех мартовских событий, всё, что я слышу, это то, что у нас плохо, нужно валить, зачем что-то делать, зачем что-то говорить, всё равно нас никто не слышит, нас не понимает, с нами не считаются, да, мы платим налоги, а их там тратят на реконструкцию арки. Вот, например, один друг мне недавно задал вопрос, как вот в этих условиях тебе ещё хочется оставаться здесь? в Казахстане и как оставаться патриотом? Ты знаешь, это так забавно, на самом деле, очень много людей, которые, опять же, вернулись, как я, они мне говорят, дай себе полгода, с тебя эти очки спадут, ты вот сейчас, ты просто вот напоминаешь нам, у нас же со своими вот этими вот, со своим позитивом, там, со своей любовью, ты там, у тебя всё спадёт, и у меня, возможно, это случится, я не буду загадывать, но... Вот девочка одна, я помню, она уехала из Лондона, вернулась в Казахстан, и она из Шымкента, она поехала в Шымкент, и она писала, что я не хочу из дома выходить, я лежу дома неделю, я просто, мне плохо, когда я выхожу на улицу. Мне повезло, что я в Алма-Ате, на самом деле, если брать в каких-то масштабах, Алма-Ата не сильно отличается от Лондона, от Москвы, от Лондона, от Нью-Йорка. Алма-Ата — это мегаполис. Маленький, да, там, не знаю, да, мы, может быть, находимся непонятно где, но это нельзя же Алма-Ату называть the hidden treasure of Central Asia. Это реально the hidden treasure of Central Asia. В Алма-Ате есть всё. Здесь есть культура, здесь есть люди, здесь есть друзья, здесь есть еда 24 часа в сутки, здесь есть работа, возможности. Мы недооцениваем очень сильно Алма-Ату, поэтому я не думаю, что это случится прямо сейчас. Я не думаю, что пока я буду занята, я буду занята, то есть я пока жива, я найду себе чем занять, мне будет скучно или грустно. Обычно депрессия, она... Нет, я сейчас не хочу говорить, что депрессия — это следствие в скуке, это не так, конечно, но вот эти состояния, когда тебе ничего не мило, оно очень сильно подстёгивается тем, как что-то тебе скучно. Скука очень сильно подстёгивает, на самом деле. А у меня такое редко бывает. У меня будет время найти, если честно, на всё, что я хочу сделать. Ну, ты понимаешь, как это бывает. Ну да. С одной стороны, это классно, что многие начали проявлять свою гражданскую позицию, и это такой всплеск, которого я не видела очень давно, на самом деле, потому что раньше даже вот я читала очень много, вот и блогов я прочитала, и статей, и подкасты слушала, и вот реально в обществе что-то изменилось. Я даже написала вот в Инстаграме, что я чувствую, что мы все изменились. Мы изменились, мы как будто вот перешли какой-то вот, ну не знаю, какой-то у нас переходный возраст, очень сложный, да, и раньше это были просто вопли в Фейсбуке, что, а, всё, пора валить, да, там, например, когда была девальвация, все такие, надо было деньги в офшоры, ну то есть человек не знает даже, как работают офшоры, и вот просто кричит, да, об этом. А сейчас уже столько аналитики, да, появилось, и мне это очень нравится, на самом деле. Но в то же время, вот у меня, например, настроение вот так вот оно колеблется, да, ну вот то влево, то вправо. С одной стороны, я думаю, нет, ничего уже не изменить, и как бы зачем стараться что-то делать, вот. А с другой стороны, не знаю, я для себя выбрала такую позицию, что нужно менять мир вокруг себя. Я не хотела ничего писать в Инстаграм, потому что мне вот, вот как ты сказала, у меня есть какой-то долг, вот я тоже чувствую, будто у меня есть какой-то долг, как будто я должна, как будто я должна что-то сделать. И сейчас я немножко успокоилась, я думаю, я буду делать, я буду писать, я буду менять окружающую реальность. Я уже там занимаюсь книжным проектом, да, спортивным проектом, и меняю реальность вокруг себя. Вот. Поэтому, ну вот, не знаю, какая-то такая позиция, которую я выработала. Ты, наверное, тоже, да, так считаешь? Ну, да, кстати. Вообще я считаю, я об этом тоже писала недавно, что очень неправильно думать, что в социальных сетях то, что мы пишем, оно ничего не значит. Есть очень крутая концепция, концепция третьих мест называется. Это политическая, общеизвестная концепция. Вообще есть у каждого человека три места. Первое место — это работа, второе место — это семья, третье место — это общественное. И французская революция вообще случилась в кофейне. Как бы большинство революций случались в кофейне, потому что третьи места — это где люди собираются и пытаются разговаривать, пытаются выговориться. И когда пришли соцсети, третьими местами стали соцсети. И именно поэтому случилась арабская весна через социальные сети. Именно поэтому вообще очень глупо сейчас говорить, что соцсети ни на что не влияют, потому что влияют. И в Казахстане, опять же, я это вижу. Причём, когда умер Тен, Денис, меня здесь не было, но я читала посты, и я тоже плакала, и мне тоже было очень плохо. И если бы люди просто молчали, как бы мир узнал? У тебя же тоже есть друзья за границей, которые читают тебя на Фейсбуке. Они всё равно какие-то волны идут. Во-первых. Во-вторых, правительство наше всё равно боится всех социальных сетей, потому что от слова к делу на самом деле очень быстро переходит всё. И в-третьих, например, даже если опять же брать случай Тена, оно запустило очень классную реакцию в обществе. Во-первых, начали очень относиться серьёзно к преступности, сами граждане. Во-вторых, появилась инициативная группа за реформой МВТРК, которые настолько сильно довели всё до конца сейчас, что у них уже, в смысле, их рекомендации уже принимают в расчёт. То есть это не просто какая-то там люди в Фейсбуке. Хотя все активисты этой группы, это именно люди, которые активны на Фейсбуке. И именно поэтому я не люблю Телеграм, потому что нет обратной связи, и ты там сидишь, ты просто кормишь своё эго в каком-то плане, наверное. Мне это не особо нравится. Во-первых, неудобно общаться в Телеграме с людьми через каналы. Ну, в общем, это неважно. Это такое замечание небольшое. Поэтому я считаю, что соцсети — это очень крутой формат, когда ты рассказываешь и делишься. Нельзя молчать, говоришь в соцсетях. И, конечно, понятно, что при этом важно заниматься не просто там. Никто не говорит, что нужно просто там кричать на всех углах, но при этом, опять же, кричать тоже очень полезно. Потому что завтра твой там крик в степи подсчёт кто-нибудь, кому это нужно, и этот человек пойдёт что-то интересное сделать. Ты же никогда не знаешь, как твои слова на кого-то влияют. Никогда не знаешь. Ну да. И там, опять же, вот там есть твои посты, пробег, который ты писала, да? Я человек, который... Я действительно, в смысле, я отвратительно к своему здоровью всегда относилась. Я там курю, я там пью, я там жиру, что попало. Я действительно... Вообще, мне было всегда плевать на то там... Я читаю, смотрю, я думаю, блин, почему вот Марина может, а я почему не могу? Она такая счастливая, я тоже хочу быть такой же счастливой. Я хочу, чтобы я с утра улыбалась, а не просыпалась с мешками под глазами, со слезами, типа, я жить не хочу. Я, в смысле, я не говорю, что я там до этого не занималась здоровьем, но это меня так подстегнуло. Я благодаря тебе начала уже ходить хотя бы. Мне это так нравится. И, не знаю, в общем, это всё равно меняет идеи. Ой, спасибо, мне так приятно. Я тоже так же начала. Я, честно скажу, я вот рассказываю всем, как я начала бегать. То есть, от моего желания до фактического действия прошло около полугода. Вот, потому что, да, я познакомилась вот с основателем школы Лавраньев, помню, я взяла у него интервью. Первое, что я сделала, я взяла у него интервью. И он мне два часа рассказывал про бег. Он был так увлечён, он с таким упоением рассказывал, просто как песню. Я раскрыла рот, и я даже не могла вставить все мои вопросы. Он уже заранее на всё ответил. И я думаю, ну надо же, как можно так любить вообще бег? Но я не пошла бегать. Я пошла бегать через полгода, потому что я подписалась на Инстаграм, и вот эти посты, они меня давили. Они такие, блин, там что-то интересное происходит, и без меня. Я тоже так хочу. Я тоже хочу ездить за рубеж и там побежать марафон. И реально, и я это сделала. Ну, в смысле, то, что вот, да, люди говорят, что, ой, что там ваши соцсети, этот Инстаграм, хвостаграм, это на самом деле работает. Но, да, как я говорю, семена должны попасть на благодатную почву. То есть, если, ну, как бы человек не готов, то никакими вот внешними мотивациями там Инстаграм, мне кажется, его не завлечь. Да, кстати, про Инстаграм хотела сказать. Я не фолловлю людей, но я фолловлю хэштеги. Это очень классный инструмент для тех, кто не знает, да, может быть, кто-нибудь не знает. Есть хэштеги, на которые очень редкие, но есть очень классные хэштеги, и на них нужно подписаться, если вы в теме какой-то, если вы ищите мотивацию, и как бы вам не казалось это смешно поначалу, оно так помогает, и вы просто смотрите людей со всего мира, которые тот же путь проходят, что и вы, которые сталкиваются с теми же проблемами, и вас настолько это классно подстёгивает. У меня там по фитнесу мотивация, по бегу мотивация, и прям, ну, хэштеги очень легко, да, и там фитнес-мотивейшн, ля-ля-ля, про похудение у меня, про книги, то есть бизнес, медиа, всё это я делаю через Инстаграм, единственное, социальное единственное, которое позволяет так делать, потому что все остальные не позволяют этого, поэтому подпишитесь, хэштеги. Круто. Ну вот смотри, мы уже переходим к другой теме, о которой я хотела поговорить, про поколение Z. Вот, ты часто выступаешь перед молодыми людьми, насколько я знаю, да, и вообще взаимодействуешь с ними, скажи, отличаются ли они от нас? Ну вот наше поколение это миллениалы, да, и всё-таки миллениалам тоже прочь или такое вот будущее, да, что это там цифровой век, и вот они всё изменят, да, хакнут систему. Мы пока не можем, мне кажется, судить, да, об этом, вот, ну и такие же надежды на поколение Z, что они так и быстро учатся и всё такое. Я не хочу быть брюзгой какой-то, которая бы говорила, ой, нынешняя молодёжь, что нынешней молодёжи это, да, но хотелось бы вот узнать у тебя, что ты думаешь о них, именно о том, чем они живут сейчас, какие у них ориентиры, какие у них ролевые модели. Наши, вот молодёжь, которая вот совсем ещё детки, да, они на самом деле говорят же вот, что времена меняются, люди нет. Это неправда. Конечно, не меняются люди в том плане, что у них те же желания остаются всегда, те же самые амбиции, но у этого поколения, они, во-первых, понятно, что, вот я уже говорила, что разделили, да, до интернет-эпохи и после интернет-эпохи. Нам мы с тобой, когда мы росли, интернета ещё не было, мы уже в сознательный, интернет появился. У них это было с самого начала. Они выросли, у них были ориентиры, что если у тебя много подписчиков, ты кто-то, а если там нету, это ты никто, да. Это первая вещь, которая их всех определяет. С кем бы я ни общалась, младше 15 лет, у них у всех, даже если они тебе не признаются, у них у всех главная цель в жизни это как можно больше подписчиков. Они, как бы дети двухлетние, смотрят YouTube, они знают, как его включать, никакой там твой parental-контроль не поможет. Они знают, как твой смартфон работает, они умеют пальчик твой подносить и разблокировать. То есть они всё это знают, да. Поэтому я разговариваю с детьми 15-летними, они уже знают, как монтировать все. Они знают, как выбирать фильтры, обрабатывать фотографии. И для них это знание, как бы, мы это тоже знаем, но у нас эти знания приобретённые, а у них они врождённые. То есть для них это уже какое-то врождённое умение, и это настолько круто на самом деле. И вот, например, бибиологи-эволюционисты говорят, что со временем как бы череп человека изменится, то есть мы эволюционно у нас станем больше глаза, станут больше уши, и наша вот передняя часть черепа, она вытянется, потому что визуально сейчас доминирует на всем остальным. И вот то, что говорят, опять же, исследования, как бы, говорят родители о том, что дети тупеют от интернета, исследования говорят, что нет. Они не тупеют, просто у них развиваются те части мозга, которые им нужно развивать, чтобы выжить в этом мире. А чтобы выжить им в том мире, в котором они будут взрослеть, им как раз-таки нужно развивать именно интернет-навыки. Потому что им не надо будет сеять, им не надо будет пахать, им не надо будет даже ходить в банк на работу. У них совсем будут другие. То есть это будет всё автоматизировано, и им нужно развивать креативность, умение общаться с людьми, умение печатать. А дети, которые меньше 15 лет по всему миру, уже тоже есть исследования по этому поводу, они пишут гораздо лучше, чем мы. Потому что они выросли, печатая. И этот навык у них, опять же, вот эти нейронные связи, они... В смысле, они грамотнее пишут? Они... Нет, они не грамотнее. А как лучше? Они лучше доносят через печатную речь то, что они хотят донести. А через разговорную? Через разговорную нет. Они вот именно печатают лучше. Но учитывая, что в будущем компании будут находиться во всех частях света, программист будет сидеть в Сеуле, дизайнер будет сидеть в Лондоне, а ты сам будешь в Алмате, тебе гораздо лучше именно печатать, потому что как бы сильно не развивались видеоконференции, всё равно печатать, текст остается основным средством связи. И это очень вот такой момент, где дети очень крутые. Я не думаю, что они хуже нас. Я думаю, что они просто другие. Они не хуже, не лучше, они просто другие. И они добьются успеха. Именно те, в которых вкладывают, Не из третьего, понятно, мира. Вкладывают в родителей, они добьются успеха. Ну вот, ты знаешь, я слышала такое мнение, что в будущем детей-аутистов будет ещё больше. И это связано с тем, что повсеместное распространение социальных сетей, и что ты для того, чтобы, как ты говоришь, тебе для того, чтобы работать, для того, чтобы общаться, тебе уже не нужно уметь разговаривать, доносить свою точку зрения именно устно, как-то презентовать себя. Тебе важно просто, наверное, выполнять свою работу и переписываться. Ну и вот с этим вот связали. Ты не слышала такое мнение? Вообще, что есть норма? Для наших дальних предков нормой было то, что они не умели разговаривать вообще. Ну опять же, всё зависит от того, какие перед ними будут стоять задачи. Кстати, я не, кажется, я помню, я читала про количество инвалидов, детей, даунов и аутистов. Они не то чтобы растут, просто они становятся более видимыми. Да, да, они как бы, опять же, соцсети влияют на то, что мы их видим больше. Во-вторых, опять же, у учёных сейчас очень сильно идут споры тем, кого считать аутистами, потому что это же всё равно особенные детки, у них развито что-то другое. И, возможно, эти дети, которые просто опередили своё время, они родились немножко пораньше, и поэтому они уже, как бы, мы в 2019-м, они в 2019-м такие уже там всё умеют, всё знают. Да, то есть, мне кажется, что, когда у тебя рождается такой ребёнок, нужно это просто с благодарностью принять, потому что эти дети, они особенные, они круче своего времени, и просто развивать то, что им дано от природы. Там, память лучше, я знаю, что у некоторых из них, например, эмпатия лучше, они там, и так далее, да, например, мне очень, я помню случай, когда я была в британском музее, и, ты знаешь, подошла попросить, спросить дорогу к какому-то залу, а у них есть программа, они детей, не только детей, всех возрастов с синдромом Дауна и с аутизмом обучают быть этими экскурсоводами в музее. Просто там стоят везде, ask me anything. и я подошла к пожилому индийскому мужчине, я спросила, где этот зал, и он так был рад, что я к нему подошла, у него такая улыбка, как будто бы я самый просто лучший человек на земле. Ты знаешь, какое-то классное чувство, он просто, вот, он меня обнял, во-первых, во-вторых, он давай искать, в-третьих, он давай рассказывать про свои любимые картины, кому здесь нравится, какие люди добрые, что вот там, и он провёл меня по всем залам, и мы вот с ним провели часа полтора, и это была лучшая экскурсия по британскому музею, бесплатная, за мою жизнь, да, и вот нужно просто развивать, и вот у них развивается это всё, нам тоже нужно к этому стремиться. Что-то я плохо представляю, честно говоря, это в Казахстане, хотя бы из-за того, что, не знаю, у нас нет пандусов, и даже, знаешь, вот парковки для инвалидов, с одной стороны, хорошо, что их поставили везде в Алма-Ате, но я не вижу больше людей на колясках, посещающих там торговые центры, кофейни. Мне кажется, что всё равно придёт это время, как вот пришло время сейчас там, мы говорим про ЛГБТ, про феминизм, третья волна феминизма, и это всё вообще не зря. Вот я недавно слушала подкаст Find UB с Алиёй Жилболдиной, и как раз там вот в беседе она сказала, что сейчас вот идёт вот это старое всё, оно отходит на задний план. Это связано с тем, что премьер-министры, президенты стран, в других странах им уже около 40 лет, и это люди там вообще никогда там не работавшие при какой-то авторитарной системе, это люди такого нового мышления, нового поколения, и феминизм, оно тоже связывает с этим, что мы сбрасываем оковы, вот старое уже не работает, вот, поэтому давай про феминизм, мне кажется, это не случайно, да, что когда вот мы начали про феминизм, мы знали, да, где-то в 2015, да? Да, 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 вот это так, я помню прекрасно этот момент, 15, вот, кстати, потому что я до этого как-то не называла даже себя феминисткой, в смысле, я знала про феминизм, я читала про него, но не было вот этого у нас, не было у нас этой привычки разговаривать о том, что я феминистка, это было в 2015 году, меня позвали читать лекцию перед студентами КБТУ на 8 марта, и я говорю, а почему я? И мне сказали, типа, ну вы же феминистка, я говорю, а кто сказал вам, что я феминистка, откуда, значит, такое, я вообще не подписывалась под такое, они говорят, ну вот там, вы там работаете активно, вы там журналистка, вы там, вы активная женщина, значит, что он феминистка, я говорю, вау, это что за человек тебе такой, такой умный человек в 2015 году, это Михаил Акулов, декан КБТУ, привет, Миша, он учился сам, то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, то ли в Стэнфорде, в общем, где-то там, и он такие вещи, он как бы знал, и он мне просто так удивился, как бы, для меня это было такое, прям просто, глаза у меня открылись, я такая, пошла домой гуглить, с гугла все и началось, он говорит, вот, нету у меня спикер, спикерок, спикеров, спикерш, неважно, спикерш, которые говорят по-казахски, ты можешь на казахском выступить? Для меня это был новый опыт, и я говорю, окей, я пошла и загуглила феминизм в казахшам, в 2015 году, сейчас сказать лучше, в 2015 году, ты представляешь, что там вылезло, что там вылезло, там вообще был ужас, там вылезли сайты, все наши казахоязычные, и заголовки, и мне просто полезли на лоб глаза, я сделала все выступление, посвятила гуглу, и я просто гуглила при студентах же какие-то слова, типа казахша феминизм, аель дзерден дзенсаулага, кздарден зарабелемберу, короче, вот это все я гуглила перед ними, и там просто выходили материалы, а-ля, если твоя дочка получит высшее образование, то твои внуки станут геями, ученые типа доказали, что если красить волосы девочкам, они становятся наркоманками, там казахшек нужно, короче, пересчитать. Это статьи, это реальные, журналисты. Да, у нас до сих пор они есть, и там по 20 тысяч просмотров, знаешь, по 40 тысяч просмотров, это порталы, которые финансируются, конечно, ссори, но министерством информации, связи, возможно, это не допущение, в смысле, я думаю, что адекватный человек, конечно, это будет, и просто это был настолько, как бы, несколько дней у меня вот это вот прошло, просто я в шоке, я гуглила, гуглила, я выступила перед студентами, и опять была ужасная реакция, опять же, это был первый раз, когда я открыто объявила, что я феминистка, я в первый раз за это получила по башке, да, они студенты казахоязычные, тем более, как бы мы ни думали, что они продвинутые, нет, они очень институционных семей, и они, первый вопрос был, а вы же вот, вы замужем, я говорю, нет, оно понятно, там, да, ну, в смысле, сколько вам лет, я говорю, тогда мне было 26 еще, и они такие, вау, 26 и замужем, если бы они сейчас, я думаю, сейчас бы было бы вообще, и вот, поэтому вы еще по такой теме говорите, поэтому вы там пытаетесь там девочек настроить, против там, да, да, и, я так, мне стало грустно, и после выступления, ко мне подошли девчонки, и это было классно, ко мне подошли студентки КБТУ, и одна из них просто вот расплакалась, она сказала, никто таких вещей не говорил, а мой отец хотел, чтобы я училась в КБТУ, поэтому я здесь учусь, но я не хочу здесь учиться, я вообще не хочу быть нефтяником, типа, я вообще не хочу этим заниматься, я не знаю, как ему сказать об этом, то есть, мне уже настолько плохо, что я хочу в петлю лезть, адекции, ну вот, да, и это выступление на меня очень сильно повлияло, в КБТУ, и после этого я начала активно говорить всем, что я феминистка, и я помню, насколько у людей была негативная реакция до сих пор, ну вот ты помнишь, ну, даже вот в редакции Уэлла, была реакция, если честно, негативная, потом уже, когда мы начали набирать людей с этими же взглядами, потом стало полегче, конечно, но была вот эта, я не говорю, что негативная, насмешки были, а что ты теперь феминистка, под мышки не бреешь, да, там ноги не бреешь, и ты просто смотришь, и как бы думаешь, ну, блин, сори, и плюс, опять же, со стороны женщин было очень много негатива, потому что считать себя феминисткой, да, там, это считается позорным для многих людей, хотя ты пользуешься благами, которые дал тебе феминизм, ты там, да, владеешь имуществом, голосуешь, ты водишь машину, ты уходишь в школу, это всё тебе дал феминизм, а не там, с неба упало, потому что мужиков вы не допросились, сколько попросили вы не допросились, вот, и мы должны это ценить, и сейчас феминизм, это уже не совсем про это, конечно, в Казахстане он до сих пор про это же, но феминизм сейчас, он про равные права, несмотря на разницу, я не хочу сказать, что мужчины и женщины одинаковые, мы разные, женщины физически слабее, мужчины физически сильнее, мужчина не может выносить ребёнка, женщина может, есть очень много различий между нами, но это не значит, что у нас не должно быть равных прав, я не говорю не только про мужчин и женщин, я говорю про людей с ограниченными возможностями, я говорю про людей с разного возраста, разного цвета кожи, мы все должны быть равны в правах, у нас должен быть одинаковый доступ ко всему, к знаниям, не знаю, к страхованию, к медицине, к образованию, у нас ко всему должен быть одинаковый доступ, вот сейчас я за это больше борюсь, для меня третья волна заключается именно в этом, и когда я это поняла, это очень было освобождающе для меня, потому что я всё-таки считаю себя очень такой женственной, я знаю, что я так не особо выгляжу, но я очень женственна сама по себе, и для меня, я не хочу быть мужественной, просто чтобы доказать, что я ещё там, нет, и я не считаю, что мы должны это делать, это неправильно, я не собираюсь там, втягать 100-килограммовые штанги, я не собираюсь идти работать трактористкой, но я при этом хочу, что если кто-то захотел этим заниматься, то пусть, чтобы у них было право, и всё, вот это единственное, да? Ну и второе, это опять же в Казахстане, то, что у женщин, как бы опять же, недавно Суворова делала, Катерина, очень классно, да, документалку, спрашивала родителей, про девочек и мальчиков, интервью у них брала, и там, типа, если говорили, вот, ну, девочкам лучше, конечно, заниматься вот этим, мальчикам, конечно, лучше заниматься вот этим, я не хочу, чтобы вот это было, мне оно должно вот скоро исчезнуть, я надеюсь, что оно скоро исчезнет. Ну вот у меня просто мальчик и девочка, точнее, девочка и мальчик, и совсем недавно им подарили подарок, ну, это было абсолютно без злобы, ну, в смысле, ведь когда люди говорят это, даже когда родители это говорят, Они же говорят, это не со зла, они считают, что они желают только хорошее. И вот то, что есть женское предназначение, есть мужское. Люди до сих пор в это верят. И моим детям подарили подарки дочке заколку, ой, не заколку, а брошку, очень красивую брошку, а сыну пазл. Там было 4 пазла. Сыну для мозга. Да, сыну для мозга, и он тут же принялся всё это собирать. Почему я сказала, что 2015 год? У меня, знаешь, это совпало с работой в редакции Look.tm. Я вышла из декрета как раз тогда, и вот реально, вот ты говоришь, жить стало легче, мне стало жить сложнее, потому что появилась некая ответственность, и что ты уже не можешь просто так слушать какие-то выпады, какие-то сексистские шуточки, ты не можешь просто так вот мимо ушей пропускать. И вот это вот бремя, что если ты говоришь там, вообще даже не я феминистка, а там феминизм, что-то такое, всё, это реально негатив со стороны и мужчин, и женщин. И ты такая надеваешь свои доспехи, и такая, всё, я пошла сражаться во имя добра и феминизма, и мне нужно нести этот луч света. Света, потому что раньше всё было так просто, ой, блондинки тупые, я блондинка, баба за рулём, да, там, вообще. И мы не парились, типа, женские... Лучше дружить с мальчиками. Как там выйти замуж? Ну, вообще, такой набор, и до сих пор же девочки живут с ним, реально. Я просто, да, я вначале вытаскивала свой меч, я сейчас просто прохожу мимо, такая, зачем я буду идти туда, да, ну, как со своей там, как США со своей демократией лезли туда, где им вообще не были рады. Вот, но это началось с женской редакции, потому что мы начали писать такие статьи, такие где-то смелые, да, о том, вот, как ходить без макияжа, о том, там, как полюбить себя, не просто про то, как, ну, не знаю, как колдовать мужчину, да, как им манипулировать. Вот, и мне кажется, в этом ещё виноват ресурс Вандерзин, именно вот на пространстве СНГ, потому что я начала читать Вандерзин, и я просто вообще... Мне до сих пор нравятся статьи, вот эта повестка, которую они поднимают, и это такие вещи, что-то такое, что ты знал с детства, ну, как бы думал, что это так, а они тебе под другим углом преподносят. Например, я прочитала про проституцию, не помню, на каком ресурсе, я была в шоке, потому что я всю жизнь осуждала проституток, я считала, что они сами виноваты, что не смогли найти нормальную работу, им легче всего раздвигать ноги. И потом я читала, читала, и это тоже, кстати, связано с феминизмом, это связано с низкой самооценкой. Я прочитала книгу Ляли Султан Козы Айель, там 123 письма казахских женщин, и там были письма, что вот я из аула, и девочка, которая вообще никогда не знала любви, ласки, нежности со стороны родителей, она приезжает, у неё низкая самооценка, она пытается всегда завоевать чью-то любовь, чьё-то расположение, она приезжает в большой город, она становится проституткой, потому что она не знала никогда хорошего к себе отношения, она не знает, что такое, когда её любят. И вот такие эти истории, и я такая, блин, кошмар, вообще мир не будет прежним, надо меняться. Ты помнишь же, как было на выступлении Фима Горы? Да, я помню, да, как этот мальчик на меня наезжал, что почему ты не пошла на митинг матерей, и я ему пыталась сказать, что у каждого человека своя цель, и не обязательно мне ходить на митинг матерей, потому что у меня другие задачи, другая цель. Я считаю, что одним, как бы мне то, что вот, опять же повторю, да, Михаила Акулова, одним тем, что я показываю пример для людей, которые меня знают, для своих родственников, девочек, для дочерей своих знакомых, тем, что я могу устроить карьеру, я могу выглядеть так, как я выгляжу, там, у меня короткие волосы, у меня какой-то, ну, если вообще не подходящий имидж для женщины в Казахстане, я при этом, мне очень абсолютно комфортно, я счастлива, я вообще не страдаю, да, то есть для меня там какие-то есть проблемы, или там здоровье и так далее, но это не то, чтобы мне плохо, у меня нет, никогда не было, в смысле, это очень, да, прикольно, в смысле. Говорят, вот там, вот, кто на тебя такую, там, у меня никогда не было проблем, там, с поклонниками тем же самым, да, ну, не знаю, вот не помню такого, чтобы вообще не было, не было никого в моей жизни с мужчиной, вот, поэтому я считаю, что одним тем, что мы делаем эти вещи, что мы работаем, что мы показываем, насколько это может быть, насколько мы можем быть продуктивными, не хуже, чем, там, представители мужского пола, мы уже доказываем, что можно иначе, я считаю, что это моя цель. Ну, ты знаешь, я тоже вот писала, писала про феминизм, и потом в какой-то момент я подумала, зачем это нужно, потому что наверняка меня читают, ну, скорее всего, девушки с похожими взглядами, то есть мы реально вот таким девичником, ну, виртуальным, да, собираемся и говорим о том, что нам нужны равные права, и мы такие замечательные, и мы такие прекрасные, а вот за пределами нашего девичника есть вот этот круг, вот там за стеной, да, за стеной там сидят вот люди, которые вообще ни во что это не верят, и нужно выйти к ним, надо действовать через них. Мы к нему выходим, в смысле, нам не видно, но на самом деле это всё работает как волны, брошенный камень, брошенный волны, да, это всё расходится, и нам кажется, что этого не видно, но на самом деле оно есть, и поначалу это будет, что такое, а потом знаю, слышу звон, не знаю, где он, а потом уже потихоньку люди начнут разбираться, да, что происходит. На самом деле, с любыми новыми понятиями, если так посмотреть, изначально никто не знает, что происходит, там, мы сначала слышим слово биткоин, блокчейн, мы думаем, что такое, в какой-то момент тебе просто становится, ты видишь какой-то человек, который в это включен, ты потихоньку узнаёшь, и дальше ты просто начинаешь про это читать, потому что рано или поздно ты наткнёшься на это, и ты будешь про это читать. Точно так же оно всё работает потихоньку, то есть это всё накапливается, это накапливаемый эффект, я думаю, что он есть, я думаю, что мы, вот женщины в Казахстане, которые активны в жизни и во всех сферах, мы этим одним показываем, да, что есть там Марина, у которой муж двое детей, при этом у неё есть работа, активна она в спорте, активна она в социальной какой-то сфере, да, есть Асем, у которой там нет мужа и нет детей, но поэтому она так же активна, и они обе счастливы, и они обе абсолютно в мире с собой, потому что они понимают, что для них это лучше, что они именно вот сейчас именно так и должны жить, им никто не указывал, то есть никто не пришёл к Марине, и не давал по башке, и не притащил к ней этого мужчину, и не сказал, вот всё, короче, кет, да, то есть никто к тебя же такого не принуждал. Ну как? Родители меня выпинывали замуж, начиная там с 22. Нет, конечно... Ну, конечно, это было моим выбором, да. Да, да, то есть меня, конечно, до сих пор тоже так прилетает по башке, что хашан шас, хашантис, но всё равно, в смысле, нет такого, как в Саудовской Аравии, когда там меня, там, условно... Хотя я понимаю, что в Казахстане ещё есть регионы, где это происходит, но, по крайней мере, есть мы, у которых этого нет, и есть люди, которые на нас, с нас, возможно, будут брать примеры. Я не думаю, что это плохо. А ты не думаешь, что мужчины должны об этом говорить? И вот, потому что, ну вот, когда наступил этот момент, мне показалось, что это всё зря, что я там просто писульки в интернете, да, тем более, там, круг, который меня читает, наверняка они уже так думают, да. В Грузии был снят ролик, в котором участвовали грузинские спортсмены. Это звёзды в своей стране, и ролик начинается со слов такого спортсмена, брутального грузинского мужчины, красивого, с бородой, и он говорит, моей дочке Нане 4 года, и я не могу представить такую ситуацию, где бы она стала жертвой домашнего насилия. И просто вот с первых секунд меня просто вообще унесло. Я такая, господи, как это круто, как это круто звучит из уст отца. Потому что я вот всем мужчинам, которые там смеются над феминизмом, я говорю, ты отец, у тебя дочки, ты феминист, всё. Ты не захочешь, чтобы твою дочку там, не знаю, избивали, чтобы домашний насилий, ну это как бы крайности, да. Потому что вообще даже то, что он сказал, папа, я хочу учиться там, ты такой. Ты получаешь зарплату в несколько раз меньше просто потому, что она женщина. Ты захочешь такого для своей дочки? Ты же не захочешь. Подруга моя узнала о том, что обращались к мужчинам, обращались к лидерам мнений наших казахстанских, к певцам известным, и никто не поддержал. Потому что ты не мужик тогда. Представляешь? Когда мы говорим про домашнее насилие, всегда обсуждают только женщины. Ну вот я вижу. А мужчины такие, ой, it's not our business. Мы вообще даже не будем туда лезть, пусть сами разбираются. Ну да, ну блин, но женщин-то избивают мужчины в основном. Да, я бы тоже говорила. Не женщины избивают женщин. Хотя, конечно, у нас есть очень много, ну в смысле я знаю, что в Шимкенте, например, в Южно-Каласанской области есть практика, которая очень сильна, что как только ты выходишь замуж, ты отдаёшь матери своего мужа свою карточку банковскую. Это сейчас происходит? Да, это сейчас происходит. Ты выходишь на работу, твоя банковская карточка у твоей денежки, ты не имеешь права ей пользоваться вообще никогда. Есть такая практика, она активна. Вот, но если честно, я прям, мне прям так обидно, грустно услышать, что проективнее СЭФа наши спортсмены, наши певцы отказались. Блин, почему? Небольшая поправка. На самом деле мы имеем в виду, конечно же, не ЮНИСЕФ, а проект ЮНВИМЕН. ЮНИСЕФ занимается правами детей, а ЮНВИМЕН – это структура ООН, которая занимается вопросами гендерного равенства и правами женщин. Мы, конечно, увлеклись беседой, поэтому допустили ошибку. Простите нас. Я бы хотела, чтобы они поучаствовали. Это настолько грустно. Может быть, не так донесли. Ну, я не знаю, я, конечно, не хочу никого. Ну, блин, было бы классно, если бы, потому что мужчины, они должны в первую очередь это нести. И это должно до мужчин, наверное, дойти. Но, опять же, женщины должны быть хитрее, наверное. Они должны как-то и показать, насколько для них это важно. Вот мой проект про мужские суициды, он очень сильно к этому делу прикасается. Почему в Казахстан занимает четвёртое место в мире по мужским суицидам, и 50 какой-то по женским. То есть мы в лидерах по мужским суицидам. И как бы социологи, вообще как бы это всемирная проблема. Есть такой гендерный парадокс, называется. Чем больше силы, тем человек слабее. В патриархальных сообществах очень много суицидов среди мужчин, потому что они чувствуют, что они не имеют права расплакаться, быть слабыми, показывать вообще, что им плохо, что им нужна помощь. Их с детства воспитывают, что мальчики не плачут. И, во-вторых, очень сильная нагрузка на то, что женщины не могут работать, потому что ты мужик, ты должен сделать так, что твоя женщина сидела дома, воспитывала детей. И когда говорят, что феминизм нужен в первую очередь мужчинам, именно про это и говорят. Потому что когда твоя жена работает, у вас дома два дохода. Это экономически просто тебе выгодно. И с этой точки зрения, на самом деле, в Америке, в Британии очень много мужчин объясняют, что с этой точки зрения вам это выгодно. Во-первых. Во-вторых, есть статистика, что чем образованнее женщина, тем ниже смертность детская. Потому что образованная женщина вакцинируется, у своих детей образованная женщина правильно их лечит. Образованная женщина знает, как правильно, что делать, в случае чего, что нужно скорую вызывать. Она понимает, она там ребенку не будет, у которого свинка, лечить народными способами. Конечно, они не будут этого делать. И обычно мужчинам через это доносят. Я думаю, что нашим мужикам может быть еще так же донести, что для тебя это очень выгодно, чувак, если твоя женщина будет работать. Давай. Ну да. Согласись, я уверена, в твоем окружении много таких мужчин, которые все это понимают. И в моем окружении тоже много. Но это не мешает им смеяться над шуточками, баба за рулем? Может быть, это просто часть фольклора, я не знаю. Я думаю, это пройдет. Я думаю, в тех же самых западных странах до сих пор эти шутки есть. Конечно, со временем оно уходит. Просто нужно время, чтобы это прижилось. Опять же, там слово на энда. Для того, чтобы оно ушло, понадобилось сколько времени? Дветочки на сборок, 50? И даже мы сейчас стараемся это слово не употреблять. И даже когда ты слышишь, кто употребляет, все равно ты прям отторгает немножко это все. И опять же, это нужно время. Чем больше человек, чем больше людей будет говорить, что не, пожалуйста, не шути при мне, вот так вот. Я потому что, когда при мне так шутят, когда я вижу, что это оскорбительно, я осекаю и говорю, блин, это было очень плохо. Мне не понравилось. И тогда они немножко застыкаются. Опять же, есть такая тема, что подавать женщинам руки нельзя в Казахстане, да? Когда здороваешься. Да. Когда я уезжала, процент тех, кто не подавал, был очень большой. Сейчас я приехала, я прям так удивилась. Мне все время подают руку при знакомстве. Мужчины. Алмата сильно меняется. И вам просто, возможно, этого не видно, но со стороны, когда приезжаешь, это настолько круто. Я всем хожу и рассказываю, прикиньте, мужики начали руку подавать. Это вау. Вот. Это просто нужно время им дать. И нам показывать, все время давить, 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 показывать, показывать, что просто уже не будет. Тебе уже не будет. Смотри, с одной стороны люди говорят, чего вам не хватает. Вы и так получаете образование, вы и так можете путешествовать. Хотите, выходите замуж. Не хотите, не выходите. Голосовать имеете право, зарабатывайте. Что вам еще нужно? Ну вот, условно говоря, тебя не бьют, за что ты борешься? нас вырастили вот так вот. И нам повезло встретить людей, которые это воспринимают. Но на самом деле их очень мало все равно. И если мы за это не будем браться, во-первых, во-первых, цивилизация это очень хрупкая вещь. Если ее не поддерживать, мы быстро откатываемся назад. Посмотри на Афганистан, Иран, Иран, Иран. Какие они были в 70-е, какие они стали сейчас. Какие женщины были свободны тогда, какие они стали сейчас. И если мы, как граждане, как люди, которые в этом живут, не будем все время поддерживать, что, ребята, это неправильно. Заставлять носить хиджаб женщину не окей. Заставлять выходить замуж. Как только ты видишь в новостях, что кого-то украли, ты это репостишь, ты пишешь, что ты возмущена. Прочел кто-то, и он понял, что это не окей. Это неправильно так делать. И я думаю, что нельзя останавливаться. ни разу. Во-первых, во-вторых, и у нас есть очень много до сих пор проблем. У людей, которые якобы, чего вы страдаете, у вас ничего не... Очень много проблем. Опять же, с тем же самым заработком, с тем, как к нам относятся. Синдром самозванца. С тем, что женщин повышают меньше. Например, в UK очень крутая практика. Если у тебя в союзе директоров как минимум нет половины женщин, то ты не проходишь определенную проверку. Это очень круто. Это позитивная дискриминация, она нужна во первых этапах. Она до сих пор нужна во многих странах, у нас в том числе. Ты должен продвигать дискриминируемых людей вперед. И у нас до сих пор этого нет. Никто никогда не спрашивал наших работодателей, сколько у тебя женщин работает. Никто не спрашивает. А должны спрашивать. Чем больше женщин будет привлекать к работе, тем лучше будет для всех нас. За это нужно бороться. До сих пор очень много вопросов. А я недавно тоже в одном телеграм-канале прочитала наконец объяснение вот этому всему, типа, чего вам не хватает. И это было очень круто сформулировано. Да, вот ты умница, молодец, работаешь, учишься замужем, все успеваешь, и красиво, и умно, и спорт. Но ты попробуй зарабатывать больше мужа. Все. Тут же общество к тебе начинает негативно относиться. Асем, если бы перед тобой стоял выпускник школы и спросил бы, Асем, стоит ли мне учиться на журналиста? Что бы ты ответила? Я бы сказала нет. Я бы тоже сказала нет. Во-первых, не надо учиться на... Окей, не гуманитарной, я хочу сказать, а не получать профессию, которая... Как бы сказать? Вот журналистика такая штука, что вам все равно нужно будет выбрать специализацию. Давайте начнем с этого. Финансы, финансовая журналистика, научная журналистика. Не может журналистики быть про журналистику. Хочешь писать про стиль, иди и фэшн учи, пожалуйста. Хочешь писать про финансы, иди на финансиста. Если у тебя не будет глубинных знаний, в журналистике делать нечего. Хотя, конечно, основной принцип журналистики — знать шире, а не в глубь, конечно, но ты все равно даже... Если ты хочешь даже писать про криминал, тебе все равно лучше отучиться в полицейской академии и понимать, как эта структура работает. Поэтому если ко мне сейчас придет выпускник и скажет «иди мне на журналиста», я скажу «нет, не иди». Это мой совет. Не идите, пожалуйста, на журналиста. А как ты стала журналистом? Ой, я стала журналистом очень рано. Это влияние моего отца. Он меня научил читать очень рано. Мне было 4 года. И он всегда показывал по телевизору Познера и говорил «Вот ты такой же будешь». Да, потому что я всегда хотела... Я хотела быть сценаристом на самом деле, потому что мне всегда было интересно, кто вкладывает слова в людям, которые говорят кино. Кто так придумывает классно. И он мне все время читал про женщин по ЭТС. Он мне говорил, что очень мало их в Казахстане, что надо там остановиться. То есть отец мой был очень феминистичный. Слов таких он, конечно, не знал, но так как у него было 2 дочки, он сильно за это болел. И вот мне было 13, когда я заработала денег и открыла школьную газету. Продавала её даже за 50 тенге. Её покупали. Потом я сделала радиопередачу. Это был подкаст. Первый подкаст. Да, да, да. Но я не знала слова подкаст. У меня был тейп, кассеты у меня были, рекордер-плеер. И я записывала с подругами передачи про обычаи разных народов, про то там, то есть я просто рассказывала прикольные вещи. И потом это всё слушали, короче. Кассеты ставили на школьном радио, я просто давала послушать кому-нибудь. И вот, и потом этот подкаст, я не знаю, это было название, тогда называлось радиопередача, школьная. Она попала в шорт-лист, выиграла Евразийскую медиа-премию для юных корреспондентов. Я вот отправилась в Боровое для этих... Тогда ещё Сара Алпысовна была прекрасная женщина активной, Азарбаева, и у неё был лагерь для дарённых детей, и вот она туда позвала медиа-тренеров со всего мира, и мы три недели, я помню, учились, как делать журналистику. Это на меня очень сильно повлияло, и после окончания школы мне посоветовала, то есть я работала в городской газете, писала, но после окончания школы мне посоветовал мой редактор не учиться на журналиста, а получить другое образование, я пошла учиться на горный туризм, вот, и... Ну, когда я со временем получила журналистское образование, когда я уже поняла, какое я хочу, вот я получила медиа-менеджмент, потому что мне хотелось про управление медиа-бизнесом узнать больше, ну вот, но приехав в Алмату, я вот начала сразу очень быстро погружаться в журналистскую середу с 17 лет, и как это так получилось? Медиа-менеджмент, ты имеешь в виду учёбу в Англии, да? Расскажи вот о ней. Это была магистратура, да? Какой момент ты почувствовала, что тебе это нужно? Когда я поняла, что здесь я достигла своего потолка, и никто не даст мне вырасти, и когда уже стучишься в потолок, и ты понимаешь, что там никто не откроет, уже теряется мотивация, тебе уже не хочется работать. И на моём последнем месте работы, я последние полгода, мне просто вообще ничего не хотелось сделать. И я понимала, что в этом нет никакого смысла, что мне уже не дадут никто. Я очень амбициозный человек, и я долго дула, к чему же учиться, и до меня дошло, что я хочу своё медиа, и вот я к этому сейчас и иду, видеопроект, да? Медиапроект. Поэтому я решила получать MBA, это уже не мастерс, это высший уровень, там, мастерс в бизнес-администрейшн, и по двум направлениям сразу я сделала медиа-менеджмент, и я сделала научную журналистику. А, ещё и бизнес-журналистику. Да, и чему я научилась, я очень много чему научилась. Я учила, я поехала в Кардив, это кардивская школа журналистики, одна из лучших в мире, она входит в пятёрку лучших, и я поехала специально к одному профессору, и он стал в итоге моим личным тьютором, то есть мы два раза в неделю один на один встречались, и он мне давал советы. Слушал меня, давал советы. Ричард Самбрук, это редакционный директор BBC, диссерта всего BBC, он был моим тьютором, а моим советником по диссертации стал Ник Брэд, Николас Брэд, это человек, который 25 лет проработал BBC, и он придумал такие вещи, как Top Gear, например. Потом он придумал BBC Good Food, это один из самых успешных фуд-проектов в мире, то есть не то, что один, а самый успешный, который в итоге скопировали во всех странах, там, афиша еда, например, это полностью просто копирка Good Food. Он придумал, как зарабатывать деньги на этом, то есть человек, который действительно сделал очень много для журналистики, и эти люди меня учили. Ну и по бизнесу я тоже, как бы, медиабизнес, как и любой бизнес, он ничем не отличается, поэтому и там HR был, и финансы были, и IT, как строить, и логистика, ну то есть вот такая вот вся тема. А скажи, пожалуйста, в Казахстане трудно ли создать окупаемые СМИ? Во всём мире трудно. В Казахстане ещё сложнее, потому что у нас есть такая штука, которой нет нигде в мире, как госзаказ. Госзаказа нигде нет в мире. В Казахстане есть, может, в России есть, но я точно знаю, что вообще нигде нет в цивилизованных странах. И госзаказ получают либо те, кто в рамках работает в госполитике, что не всегда интересно, либо те люди, у которых есть связи. Например, мы знаем прекрасно, и это не секрет, что тендеры пишут по определённой издании, ставят условия в тендерах, которые только некоторые издания подпадают. И если ты не знаешь Агашек, а если ты молодая девчонка, ты не знаешь Агашек, тебе не выжить никак. Именно поэтому социальные сети очень круто помогают. Я считаю, что ребята, которые молодые, вайнеры и так далее, они очень молодцы, большие молодцы. Очень много ошибок они делают, конечно, в каких-то моментах, но они при этом делают. Сначала докажи. Деньги зарабатывают. Вот я про это. Да, да, да. Они зарабатывают, они умеют играть с аудиторией, они привлекают аудиторию, они знают секрет этот какой-то. Я не думаю, что это секрет, я думаю секрет в том, что аудитория просто у нас устала от нравоучений, и просто захотелось послушать такие же, как они сами. А эти ребята, они такие же, как эта аудитория. Говорят же, что главный секрет успешного медиабизнеса это знать свою аудиторию, А они знают свою аудиторию, потому что они сами своя аудитория. Если им не интересно, они этого не делают. Если им не смешно, они не смеются. Вот в этом и весь секрет. Поэтому, мне кажется, у них нужно поучиться. То есть сейчас ты сравниваешь блогеров, вайнеров, ты приравниваешь их к медиа. То есть каждый человек уже медиа. Любой человек со смартфоном — это медиа. И это очень круто, с одной стороны. С другой стороны, это очень плохо. Потому что журналистика всё равно должна быть. Мы все понимаем прекрасно, что когда ты освещаешь политику, бизнес, если у тебя нет принципов журналистских, и если ты не умеешь обрабатывать данные, то ты всё равно блогер. Нужно вставить между ними. Нельзя ставить знак равенства, но они всё же как бы... Что такое медиа? Медиа — это... Что такое медиум в единственном числе? Давайте расскажем. Медиум — это средство передачи информации от одного индивида к другому. Что такое медиа? Это много-много медиумов. То есть это просто на самом деле средство передачи информации. И как бы есть медиумы, которые там разговаривают с духом и переносят эту информацию к нам. Именно от этого и появилось слово «медиа». Поэтому нам просто нужно назвать это всё медиа, но нам не нужно забывать о том, что СМИ и журналистика — это совсем другие вещи. Я хочу всё-таки больше быть в СМИ и журналистике, но при этом друг у друга они должны учиться. Вайнеры должны учиться быть принципиальными хотя бы иногда, освещать, стараться быть объективными. Если они лезут в какие-то темы, то они должны чувствовать ответственность свою и не быть объективными в первую очередь. А медиа должны учиться перестать быть такими снобами, перестать думать, что они лучше всех. Да-да-да. И немножко опуститься на уровень читателя. Каким должен быть хороший автор? Топ-три признака. Объективным, грамотным и, наверное, компанейским. Что это значит? Всем кажется, что автор — это человек, который сидит за компьютером полчаса, и он раз выдал текст. Это неправда, это всё. Ты не знаешь ничего абсолютно. В смысле, ты очень часто не знаешь ничего по теме. Тебе нужны эксперты, тебе нужны комментарии. То есть ты должен быть, прости, конечно, за мой французский, с отцеблядью, в хорошем смысле этого слова. Чем больше у тебя знакомств, тем лучше у тебя получаются материалы. Потому что ты можешь поднять руку и сказать, друг, я тут пишу про деривативы, я ни хера не знаю про деривативы. Расскажи мне, пожалуйста, что читать сейчас, кому звонить, чтобы мне написать материал, потому что он горит. И после этого ты начинаешь уже собирать информацию, ты понимаешь, что есть такой-то эксперт, у которого такая точка зрения, есть такой эксперт, у которого другая, противоположная точка зрения. Вливаешь это в материал, даёшь ещё информацию, не даёшь мнение автора, мнение автора как журналиста, никому не должно быть интересно. Ему самому в первую очередь, он не колумнист, он автор. Сливаешь это всё в один грамотный, на грамотном русском, казахском, английском языке текст, и выдаёшь в эфир. И в идеале читатель, читая твой материал, должен сам принять решение, на чьей он стороне. Именно в этом главный моральный стержень любого автора-журналиста. Для меня это всегда было на первом месте. Я считаю, что... Возможно, поэтому нужно учиться журналистике, чтобы это вынести, но хотя... Не знаю, не знаю. Либо набить шишки, да? Или чтобы тебе набили их, и потом ты пришёл. В Казахстане, к сожалению, очень мало изданий, которые поддерживаются этих принципов, и хотелось бы, чтобы их было больше. И очень мало, если честно, блогеров, потому что они деньги всех портят, да? И синдром Рашева никто не отменял, да? И мне это очень грустно, что аудитория у нас такая, на самом деле, и пофиг. Аудитория, которую мы заслужили, и авторы, которых мы заслужили, да? Да, да, да. Мы их заслужили, на самом деле, да. Ты правильно говоришь, мы их заслужили. И это так грустно, потому что, блин, почему ты сам себя унижаешь, читая от человека, который вторичную информацию тебе передаёт. Не важно, хорошо, пусть тебя привлекает, что он богат, пусть тебя привлекает, что он хорошо выглядит, что у него жена итальянка, окей. Но ты же должен сам себя уважать хоть немного, и у тебя есть доступ к интернету, в конце концов. Просто читай другие источники тоже, ты со временем откажешься от этой вторички. И это настолько обидно, грустно. Да, тем более, когда человек пишет о том, что он неприемлетворство, коррупцию, и при этом выдаёт чужие тексты за свои. Ну, тем более, человек пишущий, мне кажется, тот, кто избрал вот своей миссии писать, он не будет никогда этого делать, даже когда ему будет очень-очень лениво. Всё равно ты, ну как бы, я помню, ты всё равно берёшь, даже если ты прочитал чей-то текст, эта идея созвучна, ты всё равно меняешь его под свой стиль, да? Вот. Вообще, принцип же этот, то, что гениальные художники крадут, на самом деле, его неправильно все понимают, они думают, что красить нужно полностью. Нет. Гениальные художники крадут, принцип в том, что ты берёшь чью-то идею и смотришь на неё под другим углом. Да. В этом и есть гениальность кражи. Потому что всё изобретено, все слова написаны, все сочетания слов, особенно в английском и в русском, есть уже, существуют. И ты должен просто смотреть над это под другим углом. Вот в этом и главный смысл. Ещё плюс к этому, почему так больно, когда погячки добиваются успеха, потому что, когда ты пишешь сам текст, ты понимаешь, насколько это тяжело. Как больно выдавить из себя хотя бы сто слов. Реально, это настолько болезненные процедуры, дура. И когда этот человеку остаётся это просто так, это просто очень обидно, грубо говоря. Ну, не грубо говоря, вот так. И не хочется, чтобы люди, там, не знаю, которые крадут, имели те же самые преференции, что и люди, которые не украли, а написали сами, которые выстрадали, которые слезами просто кровью этот текст написали. А какая проблема сейчас у молодых авторов? Есть ли вообще у них проблемы? В Казахстане? Да, в Казахстане. Да, у них проблема с тем, что они мало читают, очень мало читают. Поэтому их идеи вторичны, потому что они потребляют контент только в интернете. Я не говорю, что это, опять же, это проблема родителей, наверное, потому что нужно показывать, что не только есть интернет, можно ещё и книжки читать. И, Катя, вот эта популярность инстаграма, на самом деле, она прямое следствие этого всего, потому что всё равно голод остаётся, хочется читать, а читать негде, нечего, у тебя есть только инстаграм. И ты, когда видишь маломальский пост с небольшим текстом, ты останавливаешься, потому что для тебя это цепляет глаз. И ты читаешь что-то, и для тебя это откровение, ты думаешь, вау, что это такое? А на самом деле, если бы ты был начитанный, ты бы просто пролиснул, и для тебя это вторичка, для тебя это чьи-то переработанные, плохо написанные мысли в социальной сети. Для тебя, если бы ты читал хотя бы там начал, я не говорю даже про классиков, читай современных авторов, окей, нонфикшн читай, если бы ты хотя бы это делал, то ты бы понял, что это всё вторичное, переработанное, и действительно, зачем есть то, что-то уже переживали и переварили, это же противно. То же самое с текстами. Поэтому главная проблема у наших авторов молодых в том, что они не читают совсем. Они не то, что книги не читают, они даже статьи не читают. Да, 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 даже статьи не читают. Об этом, хотя бы почитай статью, почитай, это же интересно, не википедию, а именно вот открой статью и почитай, это наступно, там ты найдёшь много всего для себя. Для них поэтому откровение, на самом деле, что пишет Рашев. Потому что Рашев-то читает, Рашев-то умный мужик, он и читает, а он уже переработчик. И вот для них поэтому это вау. Такая тенденция, что из-за того, что стало очень много издательств и много авторов, пишущих людей, нон-фикшн очень сильно девальвировал себя. И часто бывает, поэтому, кстати, есть очень классное приложение, Blinkist называется, но они читают за себя нон-фикшн-книги и только то, что главное дают тебе в одном... Брифли? Нет. И Брифли есть, и Blinkist есть, потому что большинство нон-фикшн-книг, которые выходить начали после двухтысячных, это просто мусор, если честно, откровенный. И притом такие завлекающие названия. как они умеют продавать эти книги. Просто реально... Помнишь, была бы болезнь у всех, секрет? Да. Это ещё круче, это всё, это уже другой уровень, это реально просто тебе... Как там семь навыков высокоэффективных людей, вот это вот всё. Семь навыков высокоэффективных людей вышло один раз из тех, и тогда у неё продажи были не такие большие, как сейчас. И вот, не знаю, поэтому читать нужно тоже с умом. Мне кажется, нужно читать больше фикшн, я всё-таки за то, чтобы читать романы большие, толстые, потому что там иногда бывает гораздо больше, чем... Да. И интереснее, опять же, читать их. Ну да, я согласна. У меня тоже, у меня был период очарования нонфикшн книгами, Ман Иванов и Фервер, Альпина, я просто вообще всё скупала, и вот спало это очарование, ушло, и я стараюсь не читать эти книги. Ты их не покупаешь, ты их открываешь, читаешь, и останется на 15, уже так не хочется, уже хочется расцелиться, ты думаешь, ну я же сама развиваюсь, мне же надо это закончить, да блин, ну ты что-то себя мучаешь, не надо тебе это заканчивать, иди открой Акунина, если тебе нравится, ну читай ты Акунина, ну какая разница, в смысле, главное, чтобы читал, а то, что там написано, ты и так знаешь, ты и так это знаешь, то есть всё равно к этому ты придёшь. Асем, спасибо большое за интервью, у меня один только последний вопрос, я очень люблю это вот письма о себе 16-летней, вот что бы ты сказала о себе 16-летней? Я прям хочу плакать, если честно, когда об этом думаю, потому что я такой была неуверенной в себе 16 лет, и я смотрю на свои фотографии, я там выгляжу, я такая юная, такая девочка, красавица, умница, и всё у неё есть, и у неё настолько мало уверенности в себе, если бы у меня она была, всё бы было, ну я не говорю, что плохо стало, но было по-другому, я бы ей сказала, верь в себя, и у тебя всё получится, кто бы тебе не говорил что-то, не слушай никого, you are enough, у тебя всё есть, поверь мне, со временем ты это поймёшь, просто поверь, если, вот, поверь в себя, я бы это сказала. Супер. А-а-а, такой эмоциональный момент. Да, мне тоже очень, мне уже хочется плакать. Друзья, вот и закончился первый эпизод, большое спасибо вам за то, что вы его прослушали, за ваше терпение, я буду очень рада вашей поддержке, критике и обратной связи, вы можете найти меня в фейсбуке, я там Марина Шарипова, а также инстаграме и телеграме под ником Мари Шери. Слушать подкаст можно в приложении для прослушивания подкастов в Apple и Android, можно также слушать и в YouTube, но это не слишком удобный способ. Я хочу сказать огромное спасибо Басим Сарышевой, которая работала над технической частью этого подкаста, а также моим вдохновителям Таисии Кудашкиной из WebSarafan и Каиржану Албазарову из FindUb. Именно вашими подкастами я заслушивалась и вы вдохновили меня на создание морского времени. Ну все, пора прощаться, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok